Доброе утро, дорогие друзья! Вы знаете, сегодня у нас с вами четверг, все той же недельной главы ВАЭРа. И мы поговорим о том, что в этой недельной главе обсуждается еще и важнейшая заповедь обрезания. Ну вообще, написано, что обрезание это пропуск евреев в будущий мир. Это обязательство, это заповедь. Впрочем, как и остальные заповеди. Единственный верный путь человека на земле, это путь Авраама. Доверять Богу, идти дорогами его и выполнять его заповеди. Не просто абстрактно рассказывать о том, что ты там во что-то веришь или что-то. Верить это замечательно. Ты делай то, что тебе говорят. Только выпадает из человека основной стержень, реальная вера в Бога, весь его душевный механизм расстраивается. Он начинает захватывать страсти, тревога, силится найти свой путь. Всякие темные чувства искажают его восприятие, глаза не видят, уши не слышат. Он все воспринимает, опыт ложный, предвидение всякое, бред без веры в Бога. И всякий замысел направлен только в разрез объективной возможности. То есть неудачи и гибели. Так отдельный человек и так народ. Без веры нет человека, без веры нет Бога. Есть только иллюзия. Осознание того, что наша жизнь вот в этом мире, в коротковременном мире, короткий только эпизод, огромного и прекрасного существования, то, что описывает нам Каббала, это помогает человеку преодолевать препятствия, справляться с трудностями. И понятно, что приносит все боли, страдания этот мир. Не так все просто. Но выполняя заповеди, ты получаешь надежду на будущее. Смягчаешь разочарование свои. Тот, кто знает, что главная жизнь впереди, еще не слишком огорчается из-за того, что по дороге не очень. В этой недельной главе, еще раз повторяю, рассказывается о заповеди обрезания. В СССР многих людей, которые жили не обрезали, родители боялись после войны за них. И сейчас те, кто, очень многие, кто уже знаю людей, возвращаются к этой заповеди. Это потрясающе правильно. И я не буду тут рассказывать вам ничего. Я вам расскажу, точнее, прочитаю. Я никогда не читаю. Сейчас взял листочек и буду читать вам коротенькую историю, рассказанную Равиром Яройном Шапиром из Блажево, который во время войны был узником в концлагере Яновский. Вот я вам просто читаю. Каждое утро на рассвете немцы выгоняли нас из лагеря на тяжелые работы, которые заканчивались после наступления сумерек. Каждая пара заключенных получала большую пилу и должна была распилить определенное количество деревьев. Из-за ужасных условий голодного пайка большинство из нас могли едва стоять на ногах, но мы пилили, потому что знает, от этого зависит наша жизнь. Когда кто-то падал и не мог выполнить работу, его расстреливали на месте. Однажды, когда я с трудом водил тяжелой пилой вместе с товарищем, подошла женщина, работающая рядным. Бледность лица отражала ее тяжелое физическое состояние. Раби пошепнула мне, у вас есть нож? Я сразу понял, что она имеет в виду и почувствовал, какая большая ответственность ложится на мои плечи. Дочь моя сказала ей, пытаясь мобилизовать всю свою силу убеждения, дабы предотвратить задуманное ей. Не губи свою жизнь. Я знаю, что она подобна аду на земле и что смерть кажется тебе благословением и избавлением, но мы не должны терять надежду и с Божьей помощью мы переживем это испытание. Но женщина не слышала моих слов. Нож сказала она. Мне нужен нож сейчас, быстро. В этот момент один из немецких охранников заметил, что мы шепчемся, подошел к нам и сказал, что она тебе сказала. Мы замерли, разговоры на работе считались преступлением и многие из обитателей лагеря были расстреляны на месте еще из-за меньшей провинности. Женщина опомнилась первой. Я попросил у него нож, сказала она к моему ужасу, обращаясь к охраннику. И сказала ему, дай мне нож. Немец тоже догадался о ее намерениях и дьявольская улыбка заиграла на его губах. Бессомнений, он увидел тела людей, которые в отчаянии бросались по ночам на колючую проволоку, потоком окружавший лагерь. Но это для него будет новым зрелищем. Как женщина убивает себя ножом. Он еще улыбнулся, засунул руку в карман, дал ей маленький нож. Женщина взяла нож, бросилась к месту своей работы, согнулась на небольшом свертком тряпья, который лежал на бревне. Развернула его, достала малюсенького младенца. И быстро и умело, прямо на наших изумленных глазах, сделала ему обрезание. После этого она сказала, благословен ты Господь, Бог наш, царь вселенной. Освятивший нас своими заповедями и повелевший нам приобщать ребенка к союзу нашего отца Авраама. Потом она начала покачивать младенца, чтобы успокоить. И обратившись к небесам, сказала, владыка вселенной, 8 дней назад даровал мне сына. Я знаю, что ни он, ни я не выжим в этом проклятом месте. Но теперь, когда ты заберешь его обратно, ты получишь его настоящим евреем. Больше о заповеди обрезания мне рассказывать нечего. Браха и отслаха.